Блинкин и Лавров Зэки вместо гастарбайтеров С такой идеей выступил директор ФСИН Калашников Он напомнил, Путин недавно обсуждал с узбекским и таджикским лидерами нехватку рабочих рук А между тем они есть за колючей проволокой И это будет не ГУЛАГ, а цитата Новые достойные условия ФСИН готовы мобилизовать на государственные стройки почти 200 тысяч человек Всего в заключении около полумиллиона В главном журнале для миллиардеров брожение Сотрудники Форбс решили организовать профсоюз впервые за 103 года истории В организацию вошли 105 сотрудников различных подразделений В том числе репортеры, редакторы, дизайнеры, фотографы и даже СММщики Цель – борьба за равные условия труда против эксплуатации За прошлый год в профсоюзы вступили почти 2000 американских журналистов До 2014 года Форбс принадлежал семье Форбс Потом был куплен инвестфондом из Гонконга Рейтер пишет, скоро возможна новая смена хозяина Конституционный суд внезапно уступил гражданской активистке из Казани Никифоровой Она доказывала, одиночные пикеты, проводящиеся разными людьми в разное время Даже если плакаты одинаковые, не могут считаться коллективной акцией Суд согласился и отправил дело на пересмотр Ранее в пикетные законы были внесены изменения, позволяющие считать шеренгу из пикетчиков массовым мероприятием Зато московская мэрия предложила штрафовать всех, кто не следит за здоровьем Зам Собянина Ракова высказала эту мысль на форуме онкологов Правда, соцдепартамент тут же опроверг Почта России хочет расширить ассортимент доставляемых товаров за счет алкоголя Сперва заказывать онлайн можно будет вина российского производства и только в Москве и Мордовии Зато потом спиртной оборот может достигнуть 100 миллиардов В 2007-м дистанционная торговля алкоголем была запрещена, но ее возобновление долго лоббировал бизнес Путин согласился в апреле Плешка посчитала, за ковидный год разбогатели производители еды В агропереработке прибыль выросла на 20% Отсюда обвинения в жадности и попытках нажиться на ажиотаже, звучавшие со стороны правительства Рентабельность пищевки почти в два раза выше, чем в промышленности Торговые сети нарастили прибыль в полтора раза Алюминий больше не русский Управляющую компанию переименуют ВАЛ Плюс и сбросят грязные производства в отдельную структуру Туда сольют все российские заводы, полученные когда-то Дерипаской в результате приватизации и последующей скупки Ачинский, Пикалевский, Глиноземный, БАС, УАЗ, БРАС, ИРКАС, заводы в Кандалакше и Волгограде Новая очищенная компания займется экологичным бизнесом на принципах устойчивого развития В 2018 году Дерипаска формально отошел от управления русалом и снизил свою долю в пользу американцев, чтобы ускользнуть из-под санкций Китай показал фотографии Марса и вышел на второе место в борьбе за освоение Красной планеты Национальное космическое управление страны обнародовало фотографии, сделанные после посадки миссии Тяньвэнь-1 марсоходом Джужун Орбитальный модуль проработает около года, марсоход 3 месяца Главная цель – ответ на вопрос, есть ли жизнь на Марсе Первую в мире мягкую посадку осуществил когда-то СССР Активисты профсоюза Алчевского медкомбината, что в ЛНР, направили обращение Путину и президенту Южной Осетии Бибилову Забастовка на предприятии продолжается ровно месяц, зарплата за 4 месяца остается невыплаченной Рабочие говорят, комбинат уничтожают новые хозяева из ЗАО Внешторгсервис Варварская эксплуатация и нарушение технологического процесса вывели из строя доменные печи и многое другое Без чего комбинат не может продолжить работу в нормальном режиме, говорится в тексте В Удмуртии на грани закрытия единственная психотуберкулезная больница, где лечат пациентов сразу двух категорий 30 сотрудников без работы, но пока не уволены Власти говорят, в связи с победой над болезнью пациентов почти нет Профсоюз настаивает, если койко-места опять сократят, произойдет вспышка заболеваемости Новые поправки в Трудовой кодекс позволят лишать работников доп. гарантии и компенсации за вредность Измененная трактовка исключает такое понятие, как совокупность опасных и вредных факторов на производстве Вместо нее будет введен критерий наличия или отсутствия средств индивидуальной защиты Ко второму чтению законопроекта рабочие из Челябинска записали восторженный ролик Ха, *** придумали Спасибо Теперь у нас не будет доплаты за вредность Не будет ни доплат, ни дополнительного отпуска Ведь у нас работа, да даже не работа, а сказка Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok